880 тысяч квадратных метров нового жилья, более 100 инвестиционных проектов и 78 детских игровых площадок. Глава администрации УФЫ Ирикуш Михайлович Елалов подвел итоги уходящего года. Это не факт, что все это жилье мы еще и застройщиков примем, потому что главный критерий сейчас не погоня за квадратными метрами, а качество строительных монтажных работ. По инвестициям, общее количество создаваемых рабочих мест, при условии, что все эти проекты будут реализованы, составит 16 тысяч 400 единиц. Большой блок работы в УФЕ связан был с строительством парков, скверов, аллеев. В 2014 году есть работа на 8 крупных объектах. Сегодня, согласно социологическим вопросам, востребованы являются спортивные объекты с шаговой доступностью. Поэтому мы создаем в УФЕ современные полоскоростные сооружения, хоккейные коробки, многофункциональные универсальные спортивные площадки. В предприятии коммунального хозяйства выполнена работы по строительству, ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства на общую сумму более 940 миллионов рублей. В УФЕ в 2004 году реализуется программа по капитальным ремонту дворовых территорий. В 2014 году отремонтировано порядка 80 дворов на общую сумму свыше 50 миллионов рублей. Кроме этого, продолжается капитальный ремонт квартирных домов и замена лифтов, отрабатывающих свой срок эксплуатации. Эрик Елалов отметил, что в УФЕ положительные демографические тенденции. Например, отмечается миграционный прирост. Также за январь-октябрь 2014 года в УФЕ родилось более 15 тысяч детей, что больше уровня прошлого года. В этих условиях администрация столицы старается решить проблему очереди в детских садах. В 2014 году были введены в эксплуатацию два детских сада в Сипаилово и в Черниковке. Но проблемы очередности также планируется решать за счет привлечения предпринимателей. За последние два года сеть частных детских садов увеличилось вдвое. Их сегодня у УФЕ более ста. Оказываем поддержку родителям, чьи дети посещают частный детский сад. Из городского бюджета в этом году на компенсацию части расходов родителей на оплату на школьное образование было направлено более 800 тысяч рублей. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Из-за сложившейся экономической ситуации в стране в бюджет города на будущий год будут внесены определенные поправки. А пока источники доходов остались прежними. Важнейшая задача – это полный кадастровый учет и за счет пополнения поступления земельного налога и за счет арены земельных участков. Мы развернули беспрецедентную работу по реализации земельных участков под застройку городских территорий. Мы понимаем, какая долговая нагрузка на нас находится, где нам заимствуют средства. И вы знаете, со всеми крупнейшими банками Российской Федерации у нас подписаны соответствующие соглашения. Также сети-менеджер отметил, что Уфа не отказалась от проекта строительства легкорельсового транспорта или скоростного трамвая, ради которого будут переделаны уже существующие трамвайные линии. Мы будем его пересматривать, этот проект, с учетом последних современных требований и веяний. А за последние два года существенные произошли технические изменения в развитии ЛАРТа в мире. Технологии удешевляются. И мы надеемся, что при благоприятной экономической ситуации этот проект будет реализован. Стоит отметить, что глава администрации привел так называемые оперативные данные, ведь точные отчеты будут сформированы лишь в феврале следующего года. Мария Алексеева, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ.